Всем привет! Хочу поделиться такой информацией о многозначности слов. Вот есть слово grace. Наверняка вы его встречали. И первое его значение, это, конечно же, созвучный ему перевод. Грация. Грациозность, изящество, плавность и так далее. Вот здесь есть пример. She moved with the grace of a gazelle. Она двигалась с грациозностью газели. Синоним elegance, suppleness, ну и так далее. Еще у него есть значение. Вот я вообще для чего это говорю? Для того, чтобы понимать, что когда мы встречаем в тексте какое-то слово, нужно сразу анализировать, в каком из значения оно здесь употреблено. Для того, чтобы провести эту процедуру, необходимо, соответственно, знать все переводы. Ну или хотя бы догадываться. Значит, первое, это грация, изящество и так далее. Второе, готовность расположения, сделать что-либо. With a good grace. Получается, давайте-ка лучше посмотрим перевод. Как бы с хорошим расположением, если дословно. А, охотно, да? С готовностью, с удовольствием. Видите, with a good grace или просто with good grace. Дальше. Достоинство добродетеля. Ну, если во множественном числе, то есть в форме graces. Приличие. His wife is sadly lacking in social graces, I must add. От себя добавлю, что его жена, к сожалению, не умеет себя вести в приличном обществе. Еще есть значение. Благодать в христианстве. В религии. Милость Господня. Divine grace. Благодать Божия. Благодать Господня. Милость Божия. By the grace of God. Милостью Божией. Или Божией милостью. И вот интересный, кстати, пример. Полный титул Елизаветы Второй. Elizabeth II, by the grace of God, of the United Kingdom, of Great Britain and Northern Ireland, and her other realms and territories, Queen. Заметьте, что слово Queen стоит здесь в конце. Head. Вот этой вот фразы. Head of the Commonwealth. Defender of the faith. Faith. Да, междузубный звук. Елизавета Вторая. Божья милостью королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других ее царств и территорий. Глава Содружества, защитница веры. Вот такой вот у нее титул. Еще есть значение у слова grace. Милосердие, прощение, милость. By the king's grace, the traitor was permitted to leave the country. По милости короля предателю разрешили покинуть страну. Синонимы здесь. Mercy, pardon и так далее. Еще значение у слова grace. Отсрочка, передышка. I got a few days grace to finish my essay. Мне дали еще несколько дней, чтобы дописать эссе. Дальше слово grace. Еще какое у него есть значение. Молитва. To say grace. Возносить молитву. Разрешение на соискание ученой степени. Милость, светлость. При обращении. Вот тут вариант там было. Your grace. Ваша светлость. His grace. Его светлость. Граци. Опять же, во множественном числе с большой буквы. Если в мифологии используются the graces. Вот это вот я не знаю. Музыкальный термин. Фиоритура. Форшлаг. А, ну трель. Трель понятно. Игра в сердце. Тут уже я не знаю, что такое. А также слово grace может быть глаголом в значении украшать. Borders or flowers graced the paths in the park. Дорожки парка были украшены по краям цветами. И так, что еще? Достаивать, награждать. God may have graced them more than he graced us. Господь должно быть вознаградил их больше, чем он вознаградил нас. И вот еще одно значение, опять же, музыкальное. Украшать мелизмами. Или, ну да. Или, ну, наверное, мелизмами. Я не знаю, что это такое. Надо гуглить. Соответственно, вот смотрите, на этом сайте, вот lingualife.com есть там пункты, такие разделы, типа вот юридический словарь. Тут разные варианты, общая лексика. Да, это может быть слово. Это слово grace может означать имя. Grace, да, женское имя. И дальше тут идут много примеров. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.